Максим Лагно. Всевидящее око. Алексей первым ударил Томаса. Томас проворно, насколько позволяло тесное пространство посадочного модуля, ушел от удара и резко выбросил ногу вперед. Попал Алексею в живот. Превозмогая боль, Алексей обернулся и успел блокировать второй удар, нацеленный в лицо. Из-за пониженной марсианской силы тяжести, американец не устоял на ногах и упал между кресел. Не давая сопернику подняться, Алексей оседлал его. Левой рукой зажал воротник комбинезона, а правый нанес несколько сильных, чавкающих ударов в нос. Убедился, что враг не трепыхается, стукнул его пару раз затылком железный пол, вскочил и побежал в грузовой отсек. Там, между холодильником и сушилкой, должен быть схрон с оружием. Во время полета его несколько раз подмывало проверить, что в схроне, но всякий раз благоразумно останавливался. Кроме того, китаец Джуй Лун, с выражением заинтересованной доброжелательности на лице, сопровождал любого члена экипажа, направлявшегося в грузовой отсек. Мотивировал тем, что эту часть марсианского корабля проектировала китайская сторона, и он очень переживал, чтобы случайно что-нибудь не сломали. До самого старта майор ФСБ, курировавший операцию, не мог сказать, что будет в схроне. Пойми, Леша, наш агент и так сильно рискует, работая под видом китайского инженера. Если его накроют, контора не отмоется. На основеке заклеймят хитрыми сволочами, которые саботируют мирный международный полет к Марсу. Кроме того, мы еще не знаем, когда наш агент смонтирует тайник. Неизвестно, какого он будет размера, мы с местом едва определились. Но тайник будет, спросил Алексей. Железо бетонно, иначе какой смысл внедрять тебя в операцию? Алексей протиснулся в пространство у холодильника и начал шарить рукой. Выступающие провода и болты царапали кожу. Несколько раз нащупывал нечто похожее на замок, безрезультатно дергал и шарил дальше. В такой нелепой позе его и застал Томас. Опухшее от побоев лицо, пылало кровоподтеками и ненавистью. Наставив на Алексея пистолет, произнес. «Выползай, крыса! Руки! Руки, чтоб я видел!» Марсоход обнаружил объект, когда техники НАСА тестировали работоспособность главной камеры после обновления прошивки. На размытом пробном снимке смутно прорисовывались контуры сооружения у подножия безымянной возвышенности. Ей дали название «Кипарисовый холм». По легенде, которые любят сочинять пиарщики НАСА, один из технарей, ожидая рутинной загрузки изображения, напевал песенку доктор Гринтамп группы Cypress Hill. Несмотря на все подписки о неразглашении, несколько смельчаков выложили фото в общий доступ. Человечество получило доказательство того, что оно не одиноко в Солнечной системе. Утаивать такую информацию значит нанести непоправимый удар по имиджу. Американцы собрали всемирную конференцию, с театральностью представили человечеству снимки объекта, которые и так уже все видели в интернете. Небольшое круглое здание, выступающее над поверхностью. Ни окон, ни дверей, лишь 18 цилиндрических выступов на стенах. Дотошные интернет-активисты подсчитали каждый пиксель. Высота не больше трехэтажного дома. Венчалось строение плоской крышей с двумя высокими мачтами друг напротив друга. Их прозвали антенны, тем более, что между ними, как в лампочке накаливания, были натянуты провода, не сразу различимые в марсианском свете. Было объявлено, что ради интересов человечества, миссия марсохода теперь заключается в том, чтобы находиться рядом с объектом и по возможности его исследовать. Были взяты пробы грунта, атмосферы, камеры робота постоянно работали и заваливали общественность однообразными снимками. Была создана специальная международная комиссия под названием Mars Earth Alliance Treaty, МИД. На первом заседании объявили о подготовке международной миссии на Марс. Экипаж состоял из стран наиболее вложившихся в разработку – США, Россия, Китай и Европейский Союз. Проектирование и строительство заняло 4 года. 4 года веб-сайты и соцсети делились предсказаниями и теориями. Одно время популярной была конспирологическая статья, где утверждалось, что объект – это заброшенный советский проект, часть системы «Периметр». Во время ядерной войны на противника должны были свалиться ядерные боеголовки с Марса. Другая статья утверждала то же самое, только система называлась «Радиус» и принадлежала американцам. Как ни странно, именно эти две версии укрепились в головах обывателей. В марсиан никто не верил, ибо кроме этой постройки на планете ничего не нашлось. Теория об инопланетянах тоже не устоялась. Мол, стоило ли сверхразвитым существам лететь в такую даль, чтобы построить несуразицу, напоминающую заброшенную водонапорную башню? В особенное неистовство противников инопланетного происхождения объекта приводило наличие двух смешных антеннок. Уродливый дизайн строения указывает на совковое происхождение. Тоталитарное государство не способно создавать красоту. Посмотрите на «Жигули», – написал блогер Артемий Лебедев. Примерно то же самое написал известный американский твиттер-журналист, заявив, что полицейское государство, в которое превратилось США, не способно сохранять ясность мысли и понимать прекрасное. «Посмотрите на Капитолий», – восклицал он. «Это божественное творение людей, чтивших завета отцов-основателей, а глядя на это здание, вспоминается только позор Гуантанамо». Несмотря на мнение блогеров, полет состоялся. Восемь месяцев четверо отважных землян летели к красной планете. «Иногда я случайно просыпаюсь ночью и понимаю, что вокруг тьма и света не будет, и что сейчас вовсе не ночь. Просто я не могу спать», – написала в твиттер полуфранцуженка-полуангличанка Стефани, единственная женщина на корабле. «Сердце замирает, как только я представлю, что первым ступлю на поверхность Красной планеты», – написал в Фейсбуке американец Томас, капитан корабля. Алексей и Джуй Лун не вели онлайн-дневников. Китаец постоянно фотографировал в иллюминатор на длинной выдержке черноту космоса. Снимки отсылал во время запланированного сеанса связи с Землей. На седьмом месяце полета случилась беда. Заболела Стефани. То высокая, то низкая температура, то слабость, то лихорадка. Алексей и Томас наперебой принялись ухаживать за ней. Проводили обследования по указке доктора с Земли. Брали анализы, поили чаем, выдавливали в ослабевший рот еду из тюбиков. Тут и проступили первые признаки соперничества. Каждый норовил провести побольше времени возле больной. Оказать больше внимания, например, перевернуть постоянно дремлющую Стефани в нормальное положение или принести планшет, улетевший в дальний конец корабля. Победил американец. Наверное, потому что знал французский и мог читать вслух комментарии к ее твитам. В таком виде Стефани прибыла на Марс. Ослабшая, неспособная подняться с постели и постоянно погруженная в тяжелый сон. Под дулом пистолета Алексей неспешно встал и отряхнул руки. ЦРУ подготовил тайник лучше, чем наши. Томас ухмыльнулся. А мы всегда были лучше. И все вы облажались. Томас и Алексей с изумлением посмотрели на совершенно здоровую Стефани, вооруженную не жалким пистолетом, как американец, а необычным футуристическим автоматом. Стефани похлопала по прикладу. Автомат Черчиль де Голь, специальная разработка Франции и Великобритании. Собирается из нескольких приборов двойного назначения. Бесшумный, без отдачи, стреляет электрическим разрядом с цепным эффектом. Один выстрел, и вы оба будете корчиться на полу. «Бросай железяку, бро». Американец разрядил свой пистолет и забросил под ящики. «Что делать будем?» «Пока вы тут занимались геополитическим противостоянием и били друг другу морды, Китайоза уже сел в ровер и укатил к объекту. Фак, скорее за ним, второй ровер. Выведен из строя, сбит аккумулятор. А как его отремонтировать, знает только тот, кто ломал. Так что одевайте скафандры и пошли пешком за Джуйлуном». Но ни Алексей, ни Томас не двинулись. Оба совершенно одинаково переглянулись и мотнули головами. «Нельзя сразу идти», — буркнул Томас. «Нужно выйти на связь с землей, доложите постановку». Стефани рассмеялась. «Это вам, неудачникам, нужно бежать и жаловаться начальству, что провалили задание, а я свое еще не закончила». Томас скривился от ее здорового хохота, от белых зубов и яркого румянца. «Какая притворщица!» Правильно в интернете спорили, вместо бабы лучше бы черного с африканского континента взяли. Политкорректность проиграла гендерному равенству. Мотнула стволом. «Не вынуждайте меня протестировать оружие». Томас привел последний довод. «Не разумнее ли оставить одного человека в корабле? Меня или Алексея хотя бы?» «Ну уж нет, коллеги. Тот, кто здесь останется, будет контролировать корабль. Чем будет шантажировать тех, кто выйдет на поверхность?» «Коллеги, хватит болтать, начинаем одевать скафандры». Томас посмотрел на Алексея, тяжело вздохнул и сказал. «В сложившейся ситуации, предлагая объединить усилия против Джуйлона, всех обманул гад, прикидывался ученым, а сам... Но и ты не физик», — сказала Стефани. «Кажется, господа, Джуйлун — единственный настоящий ученый в экипаже», — заметил Алексей. Томас ухмыльнулся, соглашаясь. Все оделись в скафандры, взяли сумки с дополнительными баллонами. Судя по расчетам, хватало и туда, и обратно. Встали у шлюзов. Алексей и Томас рядом, Стефани позади них с оружием. «Вот уж не думал, что первый американец на Марсе будет стоять под дулом европейской чудо-пушки», — проворчал в рацию Томас и нажал кнопку открытия шлюза. Никто ему не ответил. Слишком волнительный момент. Алексей спрыгнул вслед за Томасом и присел на колено. Потрогал каменистый грунт планеты. Стефани старалась держаться подальше от остальных, чтоб не отобрали оружие. Она тоже зачарованно оглядывалась, смотрела в небо, потом снова под ноги. «Хватит лирики, коллеги», — спохватилась она. И все трое пошли по следам ровера, четко видным на земле. Дорога заняла почти час. Люди успели привыкнуть к однообразному пейзажу. Оказалось, что ходьба по Марсу не сильно отличается от тренировок в земной пустыне. Как оказалось, меньшая сила тяжести не особо облегчала. Вес скафандра и рюкзаков с дополнительными баллонами придавливали к поверхности. Только Стефани шла налегке. Несколько раз, как бы поддразнивая соперников, высоко подпрыгнула. На горизонте появился кипарисовый холм. Наступила очередная торжественная минута. Сейчас приблизится к загадочному строению. Томас думал, что он навсегда будет вписан в историю США не только как первый человек на Марсе, но и первый исследователь марсианской загадки. Настоящего патриота не смущал факт того, что Джулун не только ступил первым на планету, но уже несколько часов самостоятельно изучал объект. В реальности строение оказалось еще более убогим, чем на фотографиях. Круглые бока покрыты вмятинами и царапинами. Если приглядеться, можно увидеть, что провода между антенками часто и мелко дрожат, будто колеблются ветром. Алексею даже почудилось, что провода тонко дребезжали в марсианском воздухе. Рядом стоял покинутый ровер. Алексей обследовал салон. Доложил, что исчез весь запас кислородных баллонов, кроме двух. Стефани предположила. То есть он предусмотрительно оставил запас для тех, кто будет возвращаться. Но почему только два? И где он сам? Тщательно осмотрели землю вокруг объекта. Она была истоптана Джуйлоном. Понятно, что он обошел здание много раз, прежде чем проник в него. Но как проник? Все трое стали оживленно дискутировать по рации. Томас предлагал попробовать разрезать обшивку объекта. Стефани отказывалась. «Нельзя повредить его. Мы же не знаем, что скрывается за ним. А вдруг это приведет к катастрофе?» Алексей хотел внести свое предложение, как вдруг их голоса исчезли. В наушниках наступила полная тишина. Он несколько раз попробовал включить и выключить радио. Не помогло. Собрался знаками объяснить поломку, как в динамике снова раздался эфирный шум. И голос Джуйлуна быстро проговорил по-русски с сильным акцентом. «Алексей, слушай и не перебивай. Посмотри на здание, найди второй цилиндрический выступ справа от ровера. Найди способ подойти туда и лечь на землю. Засекай время. Через 45 секунд откроется нижняя часть стены. Все отбой. Время пошло». Алексей торопливо взвесил за и против. Рация снова работала. Он слышал спор Томаса и Стефани. «Что если всем вместе подойти ко второму выступу и вломиться внутрь?» «Нет, Джуйлун может каким-то образом видеть их?» «Лучше не рисковать. Но как уйти незаметно от Стефани?» «Опа, секунд двадцать уже прошло. Пришлось сказать первое, что пришло на ум». «Ох, устал я вас слушать. Пойду-ка лягу-прилягу». Не отвечая на вопросы Стефани и Томаса, подошел к выступу. На сороковой секунде лег на землю. Четыре, три, два, один. Нижняя часть стены бесшумно открылась. Алексей быстро перекатился в темное помещение. Проем закрылся. Голоса радиопереговоров мгновенно исчезли. Джуйлун тут же предостерег. «Не поднимайся, тут низкий потолок». Алексей перевернулся на живот, поднял руку вверх и нащупал твердую поверхность. Включил на шлеме скафандра фонарь и осмотрел ровную плиту, гладкую, на вид будто бы каменную. Китаец продолжал уже на привычном для всех английском. «Ползи прямо по коридору, потом будет развилка, на ней поворачивай налево». «Ну объясни, сам посмотришь, жду». Алексей прополз до развилки и повернул. Присмотрелся, что-то слабо светилось в конце. Выключил фонарь и уверенно пополз на свет. В центре круглого зала висел небольшой шар, светящийся изнутри слабым синим светом. Возле шара висел в воздухе джуйлун, рядом плавали запасные баллоны. Китаец махнул рукой. Алексей услышал в наушниках. «Не бойся, тут невесомость. Отталкивайся от стены и лети ко мне, как на корабле». Алексей оттолкнулся слишком сильно. На всей скорости врезался в светящийся шар. Шар упруго принял удар, немного подался назад и медленно вернулся на прежнюю позицию. «Не бойся», — сказал джуйлун, «оно не живое». Алексей усмехнулся. «Даже я не знаю, что спросить первым, как ты здесь оказался или что-то узнал об этом месте. Я все расскажу, что знаю. Долго думал, кого вызвать. У Стефани оружие. Вы с Томасом дрались, как настоящие враги. Оружие не нужно для научного исследования. А Томас слишком озабочен тем, чтобы быть героем. И ты выбрал меня? Не потому, что ты мне нравишься. Небольшой выбор между ЦРУ и КГБ. Просто остальные мне нравятся меньше». «Стоп», — осенела Алексей. «Как ты узнал, что мы дрались? Тебя ведь уже не было на корабле. И почему решил, что я агент? С Томасом понятно?» Джуйлун протянул руку к шару. «Он показал, что происходило в посадочном модуле. А про ваши с американцами шпионские игры мы знали с самого начала. Поэтому управление генштаба Нуак решило уничтожить схрон перед самым вылетом. Ваш агент на самом деле был наш агент. Но зачем?» Даже в костюме было видно, как Джуйлун пожал плечами. «Эта притча стала стереотипом о нас, хотя многие китайцы ее и не знают. Про обезьяну на вершине горы, которая ждет, когда два тигра загрызут друг друга насмерть. Ясно, а Стефани, значит?» Джуйлун вдруг резко прервал. «Стефани вообще ничего не значит». «Алексей, я узнал, что такое этот шар. Это открытие изменит всю нашу жизнь. Оно буквально изменит ход человеческой истории, ну или то, что мы о ней знаем». Алексей подплыл ближе к шару и коснулся перчаткой. Джуйлун посоветовал. «Он включается снизу. Коснись». Алексей последовал совету и тут же в испуге отдернул руку. После прикосновения шар резко увеличился в размере и превратился в планету, в которой сразу же угадывался Марс. «Это какая-то голографическая карта?» В наушниках раздался тихий смешок. «О нет, не карта. Я тоже думал карта. Но это нечто большее. Я назвал его «Всевидящее око». Когда я включил шар в первый раз, он показывал вовсе не Марс». Джуйлун уверенно провел по экватору планеты, и она пропала в темноте. Через несколько секунд с противоположной стороны выплыла из темноты родная синяя Земля. Вокруг нее нарисовалось два нешироких кольца, голубое и вложенное внутрь него желтое. Джуйлун пояснял. «Это регуляторы, внешние которой синий, работает как повороты увеличения». Провел рукой по синему кругу, планета плавно повернулась и стала увеличиваться. Джуйлун специально увеличил ту часть, где была Москва. Промелькнула река, крыша Кремля, очень детальные, совсем не так, как на спутниковых картах. Джуйлун продолжал крутить синее кольцо. Несмотря на увеличение, шар оставался шаром, что производило впечатление чего-то невозможного или наркотического. Мелькнули головы прохожих. Потом камни-брусчатки увеличились до масштаба микроскопа. Когда весь шар заняла картинка с крошечным кусочком горелого табака, вывалившегося из брошенного окурка, Джуйлун остановился. Настала очередь Алексея пожать плечами. Ну да, очень мощная карта. Что делает второй круг? Проматывает время. Весь этот комплекс — огромная станция, следящая за всеми планетами Солнечной системы. Здесь собрана вся информация за огромный период. Я еще не разобрался, как увеличить скорость перемотки времени. Я пока что смог отмотать на пять тысяч лет назад. Смотри. Джуйлун стал быстро водить рукой то по желтому, то по синему кольцу. Вот дельта Нила, помнишь? Тут должны быть пирамиды. Смотри, как их строят. Шар стремительно увеличил сценку строительства пирамид. Заполненная людьми площадка, сквозь скафандр даже стали пробираться звуки, кто-то кричал на незнакомом языке. Потный чернобородый мужчина в одних серых рваных штанах вел и шака, нагруженного досками. Повинуясь Джуйлуну, Шарто показывал лицо погонщика то какого-то вельможу. Тот сидел на кресле под навесом, рядом с ним стоял другой вельможа и что-то говорил, показывая рукой вдаль. Секунда за секундой, год за годом, мы можем отследить все строительство. Мы можем перенестись в любую точку истории и посмотреть, как все было на самом деле. Я пробовал исследовать территорию моей родины, проверял точность исторических данных о великих битвах времен династии Суй и я так и не увидел ни одной великой битвы. Все исторические даты, что мы учим в школах, ложь. Я увидел лишь пару стычек, где сотни другая воинов императора била палками каких-то крестьян. Вот такая великая история. Джуйлун подвел итог. В человеческой истории больше нет загадок. И если мы правильно распорядимся находкой, больше никогда не будет вранья. Сложно играть в политику, когда можно задокументировать каждую секунду межгосударственного вранья. Алексей стервенело крутил кольца. То смотрел на Древнюю Русь, то на Париж, то на свой родной Брянск времен войны с Наполеоном. Джуйлун неторопливо говорил. Исторический аспект всевидящего ока только одна страна. Какие перспективы открываются для геологии, физики, философии в конце концов? Что будет, когда мы перемотаем на миллион лет назад? Узнаем, как погибли динозавры, да и были они вообще? Увидим, как формировалась наша биосфера, как зародилась жизнь. Алексей Угрюмо возразил. Не все так хорошо, что скажут представители религий. Лично мне боязно проверять, был ли Иисус на самом деле. Представь, что начнется среди верующих, если подтвердиться, что правы были какие-нибудь секты пакистанских дервишей. Да нас в клочья разнесут. А политика? Эта машина, этот шар разрушает любую государственную мифологию. Она обычно базируется на исторических фактах, которые чаще всего сознательная ложь. Но это же правильно, узнать подлинную историю. Для кое-кого правильно это продолжать придумывать исторические события прошлого, чтобы манипулировать настоящим. Уверен, что первым делом все правительства согласятся скрыть эту машину. Джуэлун погрустнел. Или начнут воевать за право обладать правдой. Но только для того, чтобы, прикрываясь всевидящим оком, плодить новую ложь. Эх, как грустно. А ведь она таит в себе столько тайн. Ведь мы узнали жалкую долю ее возможностей. Алексей продолжал неумолимо. А простые люди, обыватели, если они узнают, что есть аппарат, способный проникнуть в каждую секунду их прошлого, настигнуть их в любой точке земли. И стены, и крыши домов не помеха. Алексей крутанул диск и приблизил какое-то здание в Варшаве примерно в XVI веке, судя по строениям. Средневековый поляк сидел перед камином с книгой в руках. Ноги опустил в таз с горячей водой. Рядом на коврике ползал младенец в меховом кафтане. Люди сойдут с ума. Ведь государство, владеющее машиной, будет контролировать каждого гражданина. Какая-то невероятная тотальная диктатура правды и справедливости. Джуй Лун возразил. Людям можно объяснить, что никто не собирается круглые сутки мониторить их жизнь. Никаких ресурсов для этого не хватит. Взамен будет стопроцентная раскрываемость преступлений. Ни один преступник не уйдет от наказания. Ни одно происшествие не сможет быть сокрыто. Алексей продолжал крутить диски. Заглядывал то в прошлое одной страны, то в прошлое другой. Твердо сказал. Я считаю, что от нее больше вреда, чем пользы. Джуй Лун ответил не сразу. У нас даже оружия нет. Как мы сможем защитить шар? Стефани и Томас рано или поздно догадаются, как открыть проход. Это нетрудно. Не переживай, Джуй Лун. Моя контора приготовила второй схрон. Как раз в том ровере, на котором ты уехал. Мы знали, что наш агент ваш агент. Алексей достал маленький пластиковый пистолет и выстрелил. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Вадим Пугачев.